Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Сегодня вторник, 24 июня, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 10, с 9 по 15 стих. А сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Сказал Господь своим ученикам, не брите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому сему!» «Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. «Истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Вот такие ангельские строки мы с вами прочли. Господь избирает учеников, избирает людей простых, незнатных, некнижных. С точки зрения земной логики, земного понимания, выполнения какого-то труда, достижения какой-то цели, те люди, которые Господь избрал, они из себя действительно не представляли ничего. Ведь, наверное, всякий человек, когда желает чего-то добиться, он думает, «Ага, мне нужны те, кто мне будет в этом помогать». И вот дальше рассуждает, что нужно идти, кто, во-первых, сможет это дело сделать. Сможет, имея какой-то опыт, имея какую-то власть в данной ситуации, может быть, имеет какие-то связи. И, соответственно, всякий, наверное, человек пытается найти себе таких полезных помощников в этом деле. А тут дело спасения людей. Причем спасение в чем заключается? Люди должны прийти ко Христу, потому что во Христе спасение. Он есть путь истины и жизни. Он единственный. Вне Него спасения нет. Соответственно, люди должны пожелать слышать Слово Его, должны открыть сердце своё Ему, исполнить волю Его. И ведь Господь отлично знает, что иудеи, хоть народ и подготовленный, и вроде бы столько веков уже Бог так вот их постепенно приводит к тому, чтобы они стали первыми членами Церкви Христовой, чтобы через них были просвещены народы языческие. Так об этом говорят отцы святые. Тем не менее, знал и видел, в ком состоянии находятся иудеи. Он, будучи сердцеведцем, понимал, что люди в большинстве своём пожелают остаться при своём, при своей точке зрения относительно Бога, относительно спасения, относительно Царства Мессии, относительно самих себя. Да и вот здесь мы с вами можем вспомнить, насколько иудеи были горделивы в этом своём национальном самосознании. И вот он посылает к ним людей, которые не имеют никакой власти, не имеют никакого, знаете, вот такого общественного, что ли, авторитета, это не какие-то знаменитости, не какие-то учёные. Кто были апостолы? Многие были обычные рыбаки. Да, одна из самых таких вот простых и порой людьми, так скажем, высокородными на презираемая профессия. Что там рыбак, что он понимает, что он в жизни знает, его вон дело, лови рыбу, да продавай её. Что он может в жизни понимать? Матфей вообще мотарь был, какое к нему отношение могло быть? И вот тем не менее Господь выбирает вот этих людей, выбирает за их стремление жить по воле Божией, выбирает за их чистоту сердца, за их решимость оставить всё и пойти за Христом. И ещё он нам всем показывает, что для Бога нет препятствий, что для Господа не нужны вот эти все вышеперечисленные условия для достижения своих целей. Как Господь говорил через апостола Павла, «сила моя в немощи совершается», что Бог избирает для себя слабых века сего для того, чтобы в них явить своё могущество, в них явить свою силу. И вот это, кстати, является одним из таких доказательств истинности христианства. Потому что по человеческой логике, с точки зрения нашего земного представления о жизни, христианство, оно не могло появиться, оно не могло как-то выстоять. Ну то, что в основе вот-вот кто лежит. Вот, не какие-то сложные, могучие механизмы человеческого общества, нет. Рыбаки пошли на проповедь. И вот видим, что их устами, их усилиями Господь изменяет всю цивилизацию, Господь спасает всю Вселенную. Вот посылает их, посылает их, наставляя, что думайте в первую очередь о деле Божьем. Очень важно было им вот это снова и снова говорить. Потому что ведь дальше, да, сейчас у них идёт такая своеобразная тренировка. Они идут в селение иудейские, они идут своим собратьям. Они будут говорить с людьми на том языке, который тем понятен. И не нужно будет бороться с какими-то философами, учёными мироязыческого. Да, как, скажем, это было уже с апостолом Павлом. Но апостол Павел, почему называем его апостолом язычников, он был подготовлен. Он получил образование, он был гражданином Рима. А здесь пока этого нет. И Господь вот даёт им возможность потренироваться ученикам своим. Да, идите своим братьям и сёстрам по народу вашему, по вашей традиции, по вашей культуре. Говорите им. И одновременно их призывает к тому, что, то есть, не заботитесь ни о чём земном. Пусть ничто не привязывает вас. Ведь для человека одно из самых таких бедственных явлений в жизни является вот эта как раз привязанность. Многие люди бы и желали быть с Богом, и желали бы спасения, и желали бы служить Ему, но не находят в своей жизни ни времени, ни сил для этого. Жизнь связана буквально по рукам и ногам. Всё сознание связано стремлением к решению каких-то забот, вопросов, проблем. И то нужно, и то нужно. А там уже, смотри, привычки такие воспитали, что уже просто так уже от этого не сбежишь. И всё, и где-то в сердце человека мечта сохраняется о спасении, а оторваться уже не может. То есть, получается, для того, чтобы быть с Богом, нужно быть свободным. И вот эти свободы здесь он вот и учит. Вот в первую очередь говорим. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои. Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. То есть, привычайте себя к тому, чтобы ничто вас не связывало, чтобы ничто вас не обременяло, что всё вот это перечисленное, оно не является главным. Вы всё будете в жизни иметь, что необходимо вам для жизни. Бог сам следит за каждым человеком. Бог каждому человеку даёт необходимое. И вот жизнь апостолов, да, дальнейшая, последующая жизнь святых в церкви нашей, как раз показывает этот пример, что человек, который научился доверять себя Богу, и научился в первую очередь искать Бога и правды Его, в нём действительно исполняются слова Священного Писания, что всё остальное дастся ему. Да или, как Господь сегодня говорит, трудящийся достоин пропитания. Человек, ты трудишься, что даже последний раб в вашей земной жизни, если он добросовестно исполняет свои обязанности, он всегда своим хозяином и накорблен, и напоен, и обут, и одет. Что если к нему такое отношение, к тому, кого вы все презираете? К животному такое же отношение. Скажем, если у тебя есть там животное, которое служит тебе, конечно, ты будешь о нём заботиться, и кормить, и поить, укрывать его от холода, от зноя, заботиться. Если будет он болеть, будешь лечить это животное. Так неужели о человеке, который трудится для Бога, Бог не позаботится? Так неужели Бог оставит его? Потому что если вы, люди, умеете добрые дела делать в отношении своих близких, малые добрые дела несовершенны, так неужели Бог, который есть благо и который есть любовь, он не сделает этого? Безумно такое предполагать. Дальше Господь говорит, в какой бы город, если не вошли вы, наведывайтесь, кто в нём достоин. Для чего это нужно было? Для чего нужно было приходить, узнавать о людях, живущих благочестиво? Именно это здесь имеется в виду. А для того, чтобы у них остановиться, чтобы воспользоваться даже где-то их авторитетом. То есть найти людей, которым в первую очередь нужно было обратить слова своего призыва. И чтобы те другие могли вот здесь более удобно уже слушать вас. Чтобы поселившись в человека недостойного, недостойного в плане какой-то, видимо, своей греховной, явно греховной, без нераскаянной жизни, чтобы из-за этого дело проповеди не пострадало. Ведь как часто бывает, люди смотрят, скажут, о, так вон он с кем общается, какие вот у него там знакомые, нехорошие, вроде, ну, он и сам такой. Так вот и здесь. То есть Господь вот призывает к этому такому разумному подходу, что есть все делайте разумно и качественно. Уходя в дом, приветствуйте его, говоря, мир, дом и сему. Но это такое общее, распространенное было пожелание добра. То есть благословляйте дом и живущих в нем. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, мир ваш к вам возвратится. Что это значит? Это значит, что люди достойные благословения приимут. Бог благословит их. Если недостойные, то, в общем-то, проку такого благословения для них не будет. Кстати, тоже очень важная здесь мысль заложена. Что спасение, оно от нас во многом зависит. Что Бог готов давать мир свою, благодать свою. Но если я живу так, что не способен ее принять, она на меня не воздействует. Меня она не меняет, я не могу ее удержать. Вот получается, что то, что Господь сделал, придя на землю, касается только тех, кто желает это принять. До тех, кто желает освободиться от греха своего. Если кто не примет вас, Господь говорит, не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, трясите прах от ног ваших. Но тоже для вразумления у идеев. Что вот даже ничего общего с вами желать не имеем. Даже пыль, которая прилипла на подошву обуви нашей, отрясаем вам. Что вот вы остались настолько невнимательны к словам нашим. Вы не захотели прийти к источнику жизни. Ну что ж, оставайтесь тогда со своим. Чтобы люди, видя вот это, вот ваше решительное отношение, к ним, может быть, как-то содрогнулись, испугались и задумались. Он, Господь ведь, как говорит, отрадней будет земле Содомско-Гоморско в день суда, неже людям города того. А почему отрадней Содомско-Гоморре? Потому что там не было апостолов, не было проповедников христовых. Один лишь лот призывал покаяться. Ну вот его не пожелали слушать. Ну а здесь ведь столько сил Господь являл через своих учеников. Тем не менее находились те, кто не желал их слышать. Конечно же, какое к ним отношение? Он был овсюду, но и вот всего отказались. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 10, с 9 по 15 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.